Когда Полина прибыла в Африку, она никак не ожидала оказаться в такой ситуации. Девушку встретил гид в аэропорту, который с друзьями отвез их до гостиницы. Путь занял несколько часов, во время которого джип тряс и качался на каждом ухабе, не ходить по джунглям в одиночку. Во время поездки Полина заметила большое темное пятно среди деревьев. Тень начала приближаться к девушке. Скоро стало понятно, что это огромная горилла, которая явно была недовольна нарушением своей территории. Гримаса злости и острые клыки исказили морду животного. Внезапно горилла шевельнула головой и продолжила приближаться. Полина машинально сделала шаг в сторону, но нога ее заболела. Ей вспомнилось главное правило при встрече с медведем – притвориться мертвой. Полина опустила руки и легла на землю, надеясь, что горилла потеряет к ней интерес. Закрыв глаза, она старалась дышать максимально тихо. Вскоре за девушкой послышалось хриплое дыхание. Животное медленно обошло Полину, затрагивая ее руки и ноги своими огромными лапами. Когда она случайно коснулась поврежденной лодыжки, девушка издала приглушенный стон от боли. Зверь мгновенно отдернул свою лапу и потащил Полину через плечо куда-то. Внутри девушка почувствовала, что все ее надежды рушатся. Она испытывала ужасную мысль, что приведена в логово, чтобы стать пищей для животного. В этот момент Полина сильно пожалела о своей неподготовленности. Она не знала, чем питаются гориллы и даже не обратила внимания на информацию о фауне перед поездкой. Возможности сопротивляться или убежать не было. Поэтому девушка схватилась за густую шерсть на спине животного, чтобы не упасть на землю. Горилла отащила Полину в узкую пещеру и сбросила ее на землю. Девушка сильно ударилась и поранила колени и ладони. Она тут же обернулась, чтобы смотреть в лицо животному и прижалась спиной к камню. Полина пыталась сделаться незаметной, но не могла скрыть пострадавшую ногу. Однако горилла не обращала на это внимания. Зверь устроился возле входа в пещеру и наблюдал за дождем. Он не приближался к девушке и даже не глядел в ее сторону. Девушка начала двигаться. Не получив реакции со стороны гориллы, она решила рискнуть и попробовать убежать. Полина поднялась на колени и пошла в направлении выхода. Было больно и неудобно. Она сосредоточилась на неприятных ощущениях и не заметила, как горилла резко приблизилась. Животное внезапно появилось перед ней, обнажило свои острые клыки и издало оглушительный рев. Девушка оцепенела от ужаса, когда увидела перед собой мощные мышцы животного. Полина понимала, что против такого сильного противника у нее нет никаких шансов. Горилла толкнула ее в плечо, подгоняя к стене. Вернувшись на свое место, Полина заметила, что животное устроилось у входа и снова устремила взгляд на стену дождя. В этот момент ей пришла догадка. Горилла не нападает, а спасает ее. Она перенесла девушку в безопасное и сухое место и теперь охраняет ее от возможных хищников. Никто не посмеет тронуть Полину, так как горилла не позволит. Облегченно вздохнув, девушка вспомнила о телефоне. Она проверила рюкзак, в котором все содержимое оказалось мокрым, но Полина постаралась просушить телефон. Когда аппарат загорелся сигналом, она позвонила в службу спасения и объяснила свою ситуацию. Ей попросили оставаться на месте, не выключать телефон и ждать спасателей. Горилла с интересом наблюдала за разговором, но не предъявляла агрессии. Полине захотелось отблагодарить животное и она протянула ему свою еду. Но горилла с недоверием смотрела на хлебцы. Полина отломила кусочек и съела его, чтобы показать, что это безопасно. Животное поняла, что она предлагает ему еду и взяло угощение. Через несколько часов спасатели нашли Полину, а ее страх перед гориллой полностью исчез. Когда животное повернулось к девушке, она накинула на плечи рюкзак. Горилла подняла Полину на плечо и вынесла ее из пещеры на поляну. Затем животное удалось от людей, растворившись между деревьев. Дорогие друзья, если вам понравился ролик, не забудьте поставить лайк, а также подписаться на наш канал, где найдете еще много интересного и не забудьте нажать на колокольчик и оставить комментарий.